всем привет меня зовут грифон и вы смотрите прохождение масс эффект в прошлой серии мы побывали на луне где уничтожили неисправный в и сейчас мы отправимся дальше изучать галактику да вот она луна это наша луна которая находится рядом с землей нашей родной планетой и давайте отправимся в скопление вояджера я думаю что мы вот в эти пять галактик сначала отправимся а потом уже опять вернемся к основному заданию ферос будет на нашем пути так что тут одна да одна вижу больше не вижу амазонка отправится в другую систему конечно нас вызывают из штаб-квартиры 5 флотилии на цитадели капитан шепард у нас неприятное известие во время войны первого контакта мы запустили на территорию турианцев множество зондов шпионов только что мы получили от одного из них сигнал миссия выполнена и где же он был все это время понятия не имею задержка передачи эти зонды создавали в спешке сразу после первого контакта и и почему эти известия неприятные когда мы запускали эти зонды мы не знали с кем сражаемся и не хотели чтобы враги изучали наши технологии на зонды были установлены ядерные заряды тактические боеголовки мощностью 20 килотонн это почти как бомба сброшенная на хиросиму в 20 веке если кто-нибудь найдет этот зонт капитан вы сами понимаете что случится я понимаю что ситуация требует вмешательства но у меня нет специалиста способного с этим разобраться я знаю я не стал бы просить вас если бы это не было настолько важно информация в этих зондах была засекречена 26 лет назад совет наверняка назовет ловушки с водородными бомбами опасными и безответственными если они найдут эти зонды у альянса будут неприятности я прошу вас потому что нормандия может добраться туда быстро и незаметно это в скоплении воеджера скопление воеджера но это очень далеко от турианских территорий как зонт туда попал возможно кто-то обнаружил его ряд а может быть он заблудился этот зонт летает по галактике со времен войны займемся этим делом немедленно адмирал и постараемся сделать все тихо капитан я очень это ценю удачи 5 флотилия как удачно что мы как раз в скоплении воеджера ну начнем огиби ней вот и сразу прям в точку огиби ней небольшая планета земного типа чрезвычайно тонкий атмосферный слой который состоит из углекислого газа и криптона несмотря на то что планета обладает массой достаточно для удержания гораздо более толстой атмосферы значительные части она лишилась красный гигант амазонка является переменной долгопериодичной на звездой и настоящий момент она находится в минимуме своего 16-летнего цикла на пике количество производимой энергии удваивается температура и уровень радиации на огибине в этот период резко возрастают кора огибиния в основном состоит из алюминия встречается залежи олова большая часть поверхности покрыта тонким слоем силикатной пыли которая легко проникает даже в самые узкие щели и нередко становятся причиной отказа техники так не совершить ошибку и ой да 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 болит не нато случайно нажал и куда же нас занесло так моя кальянса аномалия обломки давайте-ка с востока начнем как раз мы туда и смотрим вроде бы да он уже что-то светится на карте и как всегда эти ископаемые в самом труднодоступном месте какой-нибудь расщелине за валунами наш мако как паук наш мако как паук где вот он кусок какого-то камня да да самарий так неудачно удачно 8 800 уже дают нам обалдеть обалдеть по моему максимально там по 20000 что-то давалось я уже даже не помню от чего это зависит такие суммы то ли от о чушь я раньше-то не догадался что так можно ставить флажки а от чего зависит сумма выплаты то ли от нашего уровня то ли от количества уже найденного но я все-таки склоняюсь конечно к уровню мне кажется это более логично так маячка мы достигли практически да и рядом были есть залежи прямо на границе карты и вот это вот это конечно магний такс и где то должен быть здесь какое небо звездное красивое а вот и как это комплекс это вход в подземелье какой то как на раскопке кай но мы а кстати да это море моя кальянс вот это горы и как прикажете их перелазить о блин ну будем пытаться как я точно эти маячки ставлю давай 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 мака ты можешь нет ты не можешь или все таки можешь молодец молодец ух ты чуть не перевернулись отойди то ли нам бери ли и нужен вроде больше на этой планете ископаемых нет поэтому вернемся значкам я думаю обратный путь будет полегче а мы вообще не туда по моему едем нам да вот сюда нужно я думаю мы должны аккурат к этому маяку и выйти бух 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 обломков ископаемых и так далее шахта вот источник сигнала это ловушка наверняка ловушка да эта штука не падала кто-то специально привез ее сюда они могут не знать что попало к ним в руки надо найти зонт пока они его не взорвали хорошо шепард хорошо шепард вернемся а то как прошлой серии сохраняюсь но слишком надеюсь на свои силы и конечно проигрываю а сохранение было далеко и приходится заново отбегать достаточно продолжительные участки карта здесь стандартная для таких они все сделаны по одному лекалу транспортные корабли лаборатории и вот такие вот пещеры единственное уникальное это вот по основному заданию они всегда разные всегда интересные по структуре так ну выходите уж не это ли зонт вот этот большой он еще нет это наверное какое-то оборудование смотри какие-то цистерны там закрыто тут открыто что-то тихо тут вот он зонт а какого черта шепард наконец-то я вас знаю меня зовут илана с халят сомневаюсь что вы помните это имя как вы думаете шепард кто управляет кланами систем терминах а тысячами пиратов работорговцев бандитов я не изучаю внутреннюю политику пиратского сообщества лидером становится сильнейший тот кто убьет больше всего людей захватит больше всего кораблей разорит больше всего колоний три года назад я был сильнейшим я использовал свое влияние чтобы создать флотилию мы могли выгнать вас из предела вы организовали атаку на элизиум я был инициатором вдохновителем тем кто обещал богатство и славу за уничтожение крупнейшей колонии людей в скоплении и тем кого обвинили в неудаче когда блиц был провален я стал никем а лучший способ вернуть былую репутацию уничтожить первого спектра человека разве не так мой экипаж прилетит за мной пускай мы будем их ждать военный корабль альянса хороший трофей да если вы вдруг не заметили руда здесь насыщена тяжелыми металлами так что ваш сигнал просто не достигнет цели мы еще встретимся халят можете не сомневаться я очень в этом сомневаюсь до свидания шепард что будем делать теперь шепард у нас есть воздух свет нормандия все еще на орбите нужно искать другой выход вы не успеете выбраться обезвредите бомбу пока она не взорвалась черт да что ж такое то две попытки у еще не все обалдеть все последний нет мы обезвредили бомбу ну и все как бы теперь осталось только пробиться на поверхность не одумаю или они взорвали вход и нам придется через другую шахту выбираться сейчас посмотрим да вот они завалы ну ничего выберемся через другое она вон открылась хотя можно и тут конечно игра нам не позволит конечно это сделать о там лифт какой то есть набор улучшений патроны патроны тут больше ничего нет нет о блин как удобно нет неудобно но на карте мака вот он рядом с нами наверно где то внизу наверно они его захватили да я так думаю вот он мака и его на не наемнички ну что ж приступим к ликвидации можем я думаю в мака быстренько залезть и за него расстрел вести но сейчас попробуем так о сам отлично да не получилось ничего у нас есть еще попытка какие толстые ребята есть есть или там еще один похоже холиат приложил немало усилий чтобы заманить вас в эту ловушку для него все закончилось довольно печально вы вышли на поверхность и радио передачи к вашего скафандра восстановил связь с нормандии пора выбираться отсюда ну еще не пора тут ничего нет да печально что здесь ничего нет нам дробовик достался штурмовая винтовка и легкая броня может цунами взять огонь до перегрева точность получше и у нас на карте вот сразу видно обломки которым мы направимся разбившийся зонт ух ты улучшение гранат улучшение патронов полуниевые патроны седьмого уровня какая то аномалия в общем какой то вопросик посмотрим что это труп мародера труп мародера покойный находится здесь довольно давно причем неизвестно каким образом он здесь оказался среди его личных вещей вы нашли альбом с рисунками среди которых было изображение эмблемы базы сиглар так вроде бы тут еще что то есть да вон еще вопросик еще какие то обломки еще труп да это обломки техники и труп находка потеряв обуглившийся дверь антигравитационного суперкара вы обнаруживаете название торговой марки НЗО судя по характеру горания обломки находятся здесь со времен последнего пика излучения звезды похоже что погибший был одет в дорогой костюм на его теле вы находите расплавившиеся старинные очки пилота как это пасхалка которая не совсем понимаю не знаю похоже на бегущий по лезвию возможно костюм очки похоже на у меня почему то такая ассоциация так больше на этой планете нам делать нечего возвращаемся на нормандию и до исследуем эту галактику на предмет сейчас должны связаться нет не связались чтобы отчитаться о задании ну ладно дернека ничего санедма кто давал эти названия блин разведать здесь обнаружен редкоземельный элемент полонии замечательно Сибиу найдена турианская эмблема в процессе сканирования планеты Сибиу вы обнаружили на ее геостанционной орбите большое количество мин при содействии штурмана Пресли вашей разведгруппе удалось обнаружить небольшой непилотируемый зонд отмеченный эмблемой базы КВАДИМ и ТРЕМАР обнаружено месторождение газа азота богатая система амазонки так еще туманность Армстронга я думаю нам пришло сообщение от старшего офицера на Арктуре передаю Нормандия это адмирал Хэккент мы получаем рапорты о возросшей активности гетов в скеллианском пределе дроны наблюдения обнаружили аванпосты гетов на четырех планетах в скоплении Армстронга необходимо уничтожить их мы знаем что им нужно сложно сказать возможно они собирают информацию о нас или подготавливают почву для полномасштабных атак на человеческие колонии возможно это первая волна вторжения будем надеяться что это не так но кто то должен заняться расследованием Шепард поиск Сарена ваша основная задача но у вас есть опыт борьбы с гетами мы сразу подумали о вас когда узнали об этих аванпостах мы передаем вам координаты всех известных аванпостов гетов в скоплении Армстронга Адмирал Кэкер на двой Ага четыре системы я думаю в каждой по планете Гагарин Терешкова Гонг Вамши и звучные названия Ну что же пойдем как всегда ЮНТОР Найдены записи матриарха во время сканирования ЮНТОРа на орбите одного одного из его спутников были найдены обломки грузового корабля Разведгруппа не обнаружила признаков жизни. Единственной находкой стал фрагмент записи Матриара Ходилинаги. Пресха. Тут по нолям у нас. Райнгри. Райнгри небольшая бесплодная планета земного типа. Несмотря на достаточно умеренный климат и запасы полезных ископаемых, ни одна из горнодобывающих корпораций не решается осуществлять здесь инвестиции. Приблизительно 10 тысяч лет назад астероид, названный саларианскими исследователями ВАЦС, вошел в систему и был захвачен гравитационным полем Райнгри. Сейчас он находится на завершающем участке спиралеобразной орбиты вокруг планеты. Землетрясения и бури на Райнгри из-за этого становятся все более частыми явлениями. Через несколько сотен лет оба небесных тела разрушатся в результате гравитационного взаимодействия. Некоторые туристические консорциумы Азари уже предлагают круизы, в ходе которых можно будет посмотреть на это зрелище. Что тут у нас? Давайте посмотрим. Кстати, что там в журнале нам написали? Каппера это то? Нет, это не то. Вот, Зон Шпион. Траверс, нашествие гетов. Уничтожьте базы гетов. Гагарина, Терешкова, Гонга и Вамши. Да, в каждой системе есть планета, на которую напали гетты. Вот, пожалуйста, обломки. Захватите исследовательскую станцию. И аномалия. Наверное, вот здесь. Гетты обосновались. Давайте начнем. Мы здесь посмотрим. Ох, как не надоело перебираться через такие горы. Почему мало планет, которые гладкие такие вот? Где можно просто кататься в свое удовольствие. Так, Титан у нас тут, да? А сколько мы там уже понашли? Давайте посмотрим. Что-то мне захотелось посмотреть. А, мы еще хранители три штуки где-то потеряли. Так, полезные ископаемые. Уже девять газов, осталось пять редкоземельных, семь легких и двенадцать тяжелых металлов. В общем, нам еще кататься и кататься. Так, к обломкам направимся. О, ну давай же, давай же. Черт. Зараза такая. Слишком крутая оказалась горка. Вот, на таких пространствах, либо дорого, катайся себе. Что там за обломки вон, что-то лежит. Опять зонт. Улучшение брони, кинетический буфер, шестой. Улучшение гранат, фугасная граната, седьмой. А я не помню, до десятого или до одиннадцатого уровня улучшения. Так, давайте-ка вот сюда. Ой, блин. Не хочу я в гору лезть, лучше объеду ее. Черт, наверное придется. Что-то как-то там многовато объезжать. Ну же, ну же, тише. Все. Все. Не хочет уходить. Неровно говорит. Теорий. Ой, Торий, господи. Это редкоземельный элемент. И... Будем отправляться на какую-то исследовательскую станцию. Где, я так думаю, где-то и засели. Да как же ж, блин. Пробраться. Да неужели она нагорит? Че? Нет, 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 нет. Мы все-таки заберемся. Я знаю. Да, она нагорит. Слово че. Ух ты. Какие-то дорожки прям. Нет, значит не здесь где-то. Или здесь все-таки. Так, нам предлагают внутрь войти. Хорошо, мы войдем внутрь. Мы не горды. Консоль входа. Зайти в здание. Ну, тут все стандартно, как я и говорил. Никаких сюрпризов в плане... Архитектуры. Сколько ящичков. И что, хотите сказать, что они все неактивны. Вон тут выделяется. Оружейный шкаф. И вон тот выделяется. Да. А, пистолет, пистолет и штурмовая винтовка. Пистолет, штурмовая винтовка. Цунами-7. И снайперская. Так, это уже достойно. Так, чуть-чуть урон ниже. Но ничего страшного. Зато точность и огонь до перегрева. Экипируем. А вот Мстителя можем передать кому-нибудь. Райку-6 тоже. Экипируем. О, снайперка. Броня у нас совсем не интересует. Так. Давайте, наверное. Гром дадим Эшли. Тут значительно лучше урон. Так. Ятаган. Ураган. Ятаган. Ятаган. По-любому. По-любому. Ага. Снайперская винтовочка. Так. На броне у нее ничего. Зато талия перепадет сейчас. Неплохой инструмент. Я почему-то думал, что нет. Много хуже. Нет, нифига. Ладно, экипировались. Пора уже и дальше двигаться. Тем более, он уже на карте. Главное сейчас опять не крякнуться. Это что-то в последнее время я слишком много умираю. Выходи. Я пришел. Не хотят. Не хотят идти. И сейчас полезу со всех сторон, как только начнется перестать. О, хас. Ну да, в принципе, когда гетто... Ой. Я как-то быстро расслабился. Не увидел, что еще есть. Да, куда... Нифига себе. Он еще был жив. Я думал, куда что-то там стреляешь. И он еще жив. Но немножко другая обстановочка. Да. В другом немножко выглядит станция. Чем тоже... Чем такая же база на Луне. Но все равно. Наверное, хаски-это бывшие сотрудники. Так. Что-то там еще есть. Перегрев. Это что? О, блин. Где-то там. Ясень. Ясень. Сзади как-то там пальцы. Смотрите. О, он был взлом. Он был за нас. Что, все? Да ладно. Протонные патроны. И все. Как-то даже скучно. Дробовик. Штурмовая винтовка. И две тысячи монет. Кредитов. Как тут называется валюта. Улучшение оружия. Стабилизатор. Пистолет. Страйкер 6. Средняя броня. Броня для крогана. Титан называется. Броня. Серьезное такое название. А тут какие-то вычислительные мощности. Больше ничего. Да? Нет, он столики. Рабочие. Эти, наверное, места. Но они не активны. К сожалению. Только контейнер неисправный. Улучшение. Боевой сканер 6. А у нас какой стоит? Давайте посмотрим. О! Сюда можно еще что-нибудь. Так. Стабилизатор. Да. Больше нечего тут. Киперовывать. Это да. Боевой сканер 6. Стабилизатор стрельбы. И полоневый патрон. А на броню такого нет? Нет. На броню пока 1. А что он дает? Я, блин, экипировал. Даже не почитал. На 20% уменьшение отдачи. Хорошо. Нет. Больше тут ничего нет. Как-то несерьезно. Гетто тут окопались. Может, это еще не все. Может, еще что-то есть. Не имею ввиду на этой планете. Не на этой базе. Потому что никакого не задания нам не засчитали. Ничего. Но, пожалуйста. Как я и говорил. А, он сломан. Он за нас пока. Стабилизатор. Какой точек. Один есть. Осталось 3. Теперь засчитали. Это хорошо. Ничего нам не дали за это. И... У нас еще осталась аномалия. И вообще должно еще что-то здесь быть. Выясним мы, что там есть. Что должно быть. Уже в следующей серии. А, с вами был Грифон. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И до скорых встреч.